В конце мая, наконец, состоялась премьера долгожданная вашей новой работы. Долгожданная. Долгожданная не только, естественно, для вас, но и для поклонников вашего таланта. Это вещь «Полеты с ангелом.шагал», так вы назвали пьесу. В оригинале у автора… «Полеты с ангелом». Просто «Полеты с ангелом». Почему вы решили в названии прописать обязательно… Вот обозначить, что это бренд «Шагал» будет использоваться. Почему вы такое выбрали название? Чтобы и так достаточно непростой спектакль не осложнять еще таинственностью излишней. Это пьеса, это сочинение автора с похожей фамилией. Зиновий Сагалов, но в стихах… Да, это удивительно. Это очень сложно, мне кажется. Это сложно для исполнения, для восприятия, но я совершенно уверен, что это, наоборот, проясняет мозги и взаимоотношения со зрителем. Потому что от этого отвыкли. А стих легкий – это не рифмованный стих, это не песенка. Это шекспировский размер, свободный стих. И объявить, о чем речь. Сперва мы думали просто назвать «Шагал», потому что названий с ангелом разных видов ангелов очень много. И все-таки авторское название было «Полеты с ангелом». Этот спектакль, которому я отдал очень большое время в обработке первого варианта пьесы и приведение его в пьесу для большой сцены, перешел от двух персонажей, двух исполнителей, фактически чтецов, которые у автора, к десяти людям, которые находятся на сцене здесь. Пока я искал человека, который бы поверил в эту довольно оригинальную затею. Вы про продюсера сейчас говорите. Да, про продюсера. Я так понимаю, что с театром Моссовета вы не смогли прийти к пониманию. И очень долго искал человека, который бы в это поверил и доказал бы, что он в это верит. То есть, сказал бы, я буду это делать, я буду это обеспечивать. Это стал Леонид Роберман. Это известная мне фирма, на моих глазах родившаяся. Я в ней играл один спектакль, очень для меня тоже важный, дорогой, много лет назад, 12 лет назад. Называется она «Арт-партнер-21». Тоже в рифму с когда-то мной сделанным спектаклем «Игроки-21». Это в преддверии наступившего теперь уже века. Мы пытались забросить себя. А что же понадобится этому веку? Как я убеждаюсь, что этому веку нужны совсем неожиданные для меня вещи, которые... Либо надо оправдывать и подстраиваться, либо... Какие вещи нужны этому веку? Вкусы, 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 ну, прежде всего им нужно с кнопками этому веку. Что-нибудь с кнопками. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». «Правда-24»